Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я немножко приболела, потому что вчера с мокрой головой ходила на улице. Вчера вообще ничего не снимала. Вот просто провела день чисто для себя. Гуляла, кайфовала и просто лежала на кровати, смотрела беременна в 16. У нас сегодня бутерброды со шпротами очень вкусные. Еще здесь с огурчиком и зеленью. И также самая наша любимая фунчоза. Давайте приступим. Не будем терять ни минуты. В общем, мои хорошие, позавчера была на дне рождения у Жале. Сняла влог, но он совершенно неинтересный получился. Так как в заведении не разрешали снимать, в котором мы были. А я думала, что как раз-таки большую часть влога как раз-таки я засниму именно на дне рождения. К сожалению, не получилось. Тут у меня горячий кофе. Я в инстаграме поставила пост, точнее фотографию, попросила там позадавать вопросы. И здесь интересный вопрос от Екатерины Пак. Здравствуйте, Айка. Очень красиво выглядите. Спасибо большое, Катюша. У меня вопрос. Как вы считаете, стоит ли получать высшее образование? Какую роль оно для вас играет? Я считаю, что в любом случае лучше получить это образование, нежели потом не получить и пожалеть. Если бы у меня не было высшего образования, я даже первую свою работу бы не получила. Потому что одним из важных критериев там было наличие высшего образования. Что касается, например, моих одноклассниц, которые учились вместе со мной. У нас была девочка. Она сейчас работает продавцом-консультантом в магазине Фло. Я помню, мы с ней вместе ходили на географию. Она абсолютно не занималась. И она всегда говорила, что столько людей с высшим образованием без работы. Я не хочу. Столько денег тратится на этих репетиторов. Мне кажется, это просто были отговорки. Я считаю, что если у вас есть, например, какая-то мечта. К примеру, вы хотите стать визажистом или, возможно, блогером. Вы можете это все совмещать. То есть получаете высшее образование и параллельно заниматься еще любимым делом. Как вторая профессия. Но не получив, например, сейчас образование, вы можете пожалеть в дальнейшем. Поэтому я бы однозначно советовала поступать и не задумываться обязательно. Например, вы хотите стать блогером, к примеру. Вы можете снимать интересные влоги с универа, рассказывать какие-то тонкости. То есть это не помешает. Это будет только плюс. Получать какие-то знания, это только плюс. Ну, в общем, эта девочка, которая училась вместе со мной, она сейчас работает как раз-таки продавщицей. И она очень сильно жалеет и всегда говорит об этом. Вот говорит, у меня будут дети. Я их заставлю учиться. Для меня какую роль играет вообще. Изначально, если говорить, мой, например, двоюродный брат брал меня на работу уже с опытом работы в другой строительной компании. То есть он не брал меня с нуля. На мой взгляд, если бы у меня не было бы высшего образования и каких-то знаний в этой области, он бы меня не взял. На мою первую работу, когда я пошла на собеседование, первый вопрос, который мне задали, какой универ я закончила. Поэтому я думаю, если перед тобой сейчас стоит такая дилемма, стоит поступать в любом случае. визаж, моделинг, не знаю, прически, стилист, фитнес-инструктор. Ты все это можешь совмещать. Например, моя подруга Жале, она фитнес-инструктор, так скажем, и она очень любит свое дело, но при этом она все равно получила высшее образование. Конечно, право каждого. То есть, возможно, кто-то очень хорошо уже сейчас наращивает ресницы и думает, я в дальнейшем собираюсь заниматься только ресничками, зачем мне эта бумага. Возможно, такие варианты тоже имеются, но в любом случае, чтобы не пожалеть, что всегда были отходники, лучше получить это высшее образование. Даже, мне кажется, интереснее, лучше получить высшее образование где-то за границей. Мой парень учился за границей, и он идеально просто говорит на английском. Просто идеально. Мой учил еще и итальянский. Он в универе учился на английском, на итальянский так в повседневной жизни. Он учился в Риме. То есть, если есть возможность, если есть финансы, почему нет? То есть, одно дело, когда семья находится не в очень хорошем финансовом положении, и действительно очень проблематично оплатить учебу, все упирается всегда в деньги, согласитесь. Вот в таком случае, я уже не знаю, но если есть возможность, если родители настаивают, не стоит отказываться от такой возможности. Любой опыт, это всегда хорошо. Я, естественно, не жалею, что я закончила универ. Единственный тот момент, я вам говорила, лучше было бы, если бы я поступила на заводку. У меня было бы кучу времени. Я бы могла больше получить опыта в плане работы. То есть, когда я уже закончила бы универ, у меня было бы уже 4 года опыта в какой-то сфере. А это круто, почему нет? Следующий вопрос. Опять же, беру вопросы под этой фотографией, последние в инстаграме. Если у вас есть вопросы, переходите на мой инстаграм и задавайте их там. Следующий вопрос задает Алекса. Айка, привет! Смотрю твои видео. Спасибо. Очень нравится. Аппетитно кушаешь. Мне очень приятно. У меня такой вопрос касательно родителей. Как ты думаешь, дети обязаны помогать родителям или это по моей прихоти? Родители у меня просят каждый раз на какие-то новые вещи, либо на коммунальные услуги, на улучшение жилищных условий. Мне это, естественно, не нравится. Как ты думаешь, я обязана им помогать или нет? Тут, конечно, каждый человек решает сам за себя. Одно дело, ни отец, ни мама не работают и пытаются вытянуть деньги из ребенка. Это, конечно, неправильно, но лично для меня, не знаю, возможно, я так воспитана, я не знаю. Я считаю, что мы обязаны родителям помогать, если они в этом нуждаются. Потому что, когда мы были маленькими, нам же родители помогали, покупали, не знаю, памперсы, пропитание, водили в школу, покупали одежду. И это на протяжении где-то 20 лет. Они тоже могли сказать, господи, надоел ты со своими потребностями, иди работай. Но они дали нам образование, дали нам возможность. В общем, дали все. Я считаю, что сколько они на нас потратили за эти 20 лет, как минимум, столько же мы обязаны заплатить им. Я считаю, что человеку должно быть стыдно, например, если ты зарабатываешь большие деньги, а твоя мама работает где-то в уборщице, к примеру. Когда я начала работать, ну, как бы не хочу себя хвалить, но просто это моя жизненная позиция, я считаю, что она правильная. Когда я начала работать, первое, что я сказала маме, уходи с работы. То, что я буду зарабатывать, нам хватит обеим. Хотя я могла бы просто свои деньги откладывать куда-то и продолжать жить. Сказать маме, делай вид, что я еще не начала работать. Поэтому я считаю, что все-таки дети обязаны. Обязаны помогать. Опять же, тут зависит от родителей тоже. Другое дело родители, которые, например, сдали тебя в интернат, а сейчас просят от тебя деньги, когда ты уже стала независимой. Ну, в большинстве случаев, я считаю, что дети обязаны помогать. И в старости ухаживать. Я бы так поступила. Например, бабушка моя. Я к ней замечательно отношусь. Например, помогаю ей всячески и финансово, и все. То есть, элементарно ее пенсию я себе не беру. То есть, она сама копит свою пенсию. Опять же, человек должен смотреть по своим финансам. Если у вас у самой нету, вы берете в кредит, лишь бы закрыть все эти желания родителей. Вы берете, например, кредит и отправляете их отдыхать в Турцию. Естественно, да, это неправильно, конечно. Но если у них протекает крыша, вы при этом прекрасно себя чувствуете, не знаю, покупаете себе новую машину, я лично считаю, что это неправильно. Возможно, я воспитана по-другому. Я по-другому видела все это. Просто помогая родителям, это всегда вам вернется. Вот я считаю, что братьям, сестрам, например, вы не обязаны. Вы захотите, поможете. Не захотите, нет. Но родителям помогать вы обязаны. Как это вкусно. Наоборот, знаете, может быть такая ситуация, что родители стесняются вам сказать, что помоги. На самом деле, очень нуждаются в вашей помощи, в материальном плане. Это даже, может, и физическое. Это неправильно. Мы тоже с вами в дальнейшем, родители, вкладываем все самое лучшее. А потом на пенсии, например. Государство платит просто мизерные пенсии. И в этот момент куда обращаться? Конечно же, дети, которых мы воспитали, в которых мы все вложили, они должны нам какую-то отдачу давать. В этом плане мне очень нравится воспитание детей в Чечне, в Дагестане. Они очень почитают старших. То есть везде есть свои плюсы и минусы воспитания в разных странах. И вот мне кажется, именно в Чечне и в Дагестане, особенно мне кажется, в Чечне, детей воспитывают так, что родитель это святое. И это реально круто. Я бы хотела своих детей воспитать так же. В общем, на этом все. После пяти бутербродов, если честно, фунчоза как-то даже не идет. Спасибо, что досмотрели до конца. Всех люблю, целую. Пока.